Как организовать свой бизнес и написать бизнес-план? Ответы на эти вопросы отныне будут знать ульяновские школьники. Об этом заявила глава региона в ходе Совета при губернаторе по развитию малого и среднего предпринимательства. Мы работали адресом с категорией граждан, в котором идея перед собственным делом может быть особенно близко интересной. Все эти проекты дали нам в результате сотни новых успешных бизнесов. Сегодня, когда задача подключения граждан в предпринимательскую деятельность приобрела национальное значение, нам представляет, что необходим другой ваш штаб образовательного проекта. Таким образом, мы подошли к важному моменту перехода от адреса периодических программ к систематическому всеобщему предпринимательскому образованию в системе общего образования. Планируется, что обязательные уроки по основам бизнеса ведут в школах области с 2019 года. Ребята 5-11 классов начнут изучать основы предпринимательства на специальных уроках. В 2020 году будет задействована начальная школа с 1 по 4 классы. Одно из таких стратегических направлений – это возможность детям погружать, как мы часто говорим, заранить зерно в школьном возрасте о том, что ты в своей жизни можешь делать свое дело. И правильно определить, и создать образ предпринимателя. Мы часто с нашими коллегами из бизнеса ведения говорили об этом, что сегодня, к сожалению, хотя бы 20 лет экономики новой российской, но все еще мы не переломили старый образ предпринимателя, а это новый герой нашего времени. За 8 месяцев текущего года в области зарегистрировано больше 6 тысяч новых субъектов малого и среднего предпринимательства. По словам участников совета, нужно продолжать заниматься повышением престижа и популяризацией предпринимательской деятельности на селе и в городе. Общество должно понимать, что бизнес – это большой труд, а выход из тени – это не только будущая пенсия, но и поддержка со стороны государства. Важен положительный пример. Так руководителю компании «Добрые сласти» из рук главы региона был вручен сертификат признательности за достигнутые результаты работы. Многодетная мама начала свой бизнес с нуля, исходя из потребностей в натуральных сладостях своей семьи. В короткие сроки организовала цех и уже сегодня ведет переговоры о поставке вкусной продукции в торговые сети не только ульяновского региона, но и за его пределом. Тоже люблю сладкое, слежу за своей фигурой. У меня тонко я чувствую, если какие-то консерванты или некачественная продукция. Плюс я много путешествую, вижу какие-то регионы, которые производят пряники в других местах, в Тульской области. И захотелось у нас в нашей Ульяновской области сделать тоже пряники с дальней целью, чтобы в России знали не только тульские пряники, но и ульяновские. В рамках совета состоялось подписание инвестиционного соглашения с компанией «Хермле». Документ закрепило обязательства инвестора по открытию на портовой экономической зоне Заволжья технологического центра по обслуживанию и ремонту станков. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.